Если побрить Колина Фаррелла и немножко избить, получится вот такой черт. И кто-то его побеждает. Ага, понятно. Святой Архангел Михаил побеждает дьявола с лицом почти Колина Фаррелла. Театр начинается с вешалки, а музей с туалета. Зашел я в музей королевских коллекций. Гавсбургов и Бурбонов. Вот. На А Австрия. Гавсбурги. На Б Бурбоны. Будем смотреть. 15-17 век, 18-21. Просто нету слов. Вот так посмотришь, кажется, ну крест себе и крест. А это крест, который сделал сам Джованни Лоренцо Бернини. Знаменитый Бернини, который сделал Балдахин в соборе Святого Петра. И вот он по заказу одного из королей Испании сделал этот крест из бронзы. Получил за это тысячу искудов. И был награжден золотой цепью. Интересно, насколько была крутая цепь. Но это просто удивительно. Так можно пройти мимо этого креста. А это крест самого Бернини. А дуреть, который был сделан в 1654 году. 1654 год. Два года он его отливал из бронзы. Когда он успевал делать все остальное. А работа над Балдахином длилась 9 лет. Очуметь. Бернини был невероятный чувак. Ну и кафедра его знаменитая, конечно же. Вот копия фонтана. Четырех рек. Сделанная кем? Тем же Бернини. Позолоченная бронза. Копия фонтана, который находится на площади Новона в Риме. И она была сделана Бернини в 1651 году. И стояла в кабинете одного из королей. А. Кабинете короля Филиппа IV. Да, на секундочку подарок. Обалдеть. Какие шедевры здесь в этой галерее. Площадь Новона, конечно, красивое время. Да. Но я никогда не думал, что копию фонтана король заказал себе. И ее выполнил сам. Джованни Лоренцо Бернини. Обалдеть. Просто нету слов. Это картина Караваджо. 1606 года. Соломея с головой Иоанна Хрестителя. Тоже очень много картин. Вот как бы этого сюжета я видел написанных. А вот картина Караваджо. И она находится вот в этой вот галерее. Из-за одной этой картины сюда стоило прийти. Обалдеть. Соломея с головой Иоанна Хрестителя. Вообще супер. И вот на контрасте картина Сержа Сегерса. Это фламандский художник. Он был на 20 лет всего лишь моложе Караваджо. И он когда вернулся, написал эту картину, когда вернулся из Италии. И вот его стиль, так называемый, караваджизм. Он был очень подвержен стилю Караваджо. Но, как говорит интернет, он был подавлен стилем Рембрандта, который был очень влиятельным на то время художником в Нидерландах. И насколько вот другие лица той же Соломеи, вот эта Соломея приносит в голову Иоанна Хрестителя и Родиаде, насколько разные лица у них всех. То есть, ну здесь как-то чувствуется, да, фламандская школа. Не знаю, мне так кажется. Потому что у Караваджо совсем другие лица. И эта картина 1607 года Караваджо. А картина Сегерса уже 1630. Обалдеть, на сравнении так интересно. А здесь в фламандии Джоакин Патинир. Чем интересна картина? Во-первых, она 1521 года. И один из монархов, Филипп II, очень любил его творчество. Потому что, являясь поклонником Босха, он ценил Патинира за вот сходство вот в технике и вот в стиле. И действительно, если посмотреть на картину, это Святой Кристофор вот с младенцем Христом. И она действительно вот в технике исполнения немножко напоминает Иронима Босха. Очень красивая картина. Картина Тициана «Распятие». Боже, это обалдеть можно. Какие же здесь шлевры. 1565 год. Картина Тициана. У меня нету слов. Тут каждая картина с такой интересной историей. Вот, например, вот эта картина, она похожа на знаменитую картину Рафаэля «Мадонна молчания». Но она нарисована женщиной «Лавинья Фонтана». Картина 1589 года. Это можно просто одуреть. И что интересно, получается, один из королей, по-моему, Филипп Второй, да? Он ее, в общем-то, да, Филипп Второй, ему удалось заполучить эту картину к себе в коллекцию. Вот, но не это самое интересное. Вот здесь внизу подпись, подпись этой женщины «Лавинья Фонтана». Потому что в то время роль женщины, конечно же, была абсолютно другой. В общем, получается, начало, вторая половина, получается, 16 века, начало 17-го. И она вот своей подписью заявила о себе, что... Ну, это был очень смелый ход на то время, заявить о себе, что ее признали как действительно профессиональную художницу того времени. И для женщины это было, мне кажется, вообще просто нереально в то время. Во-первых, так рисовать. И во-вторых, так войти в мир искусства, когда в нем, скажем так, господствовали мужчины. Просто нереально. А знаменитая картина Рафаэля находится в Шантюльи. Мадонна. Молчание. Обалдеть. Невероятные картины с такими историями в этой галерее. Два огромных вот таких вот зала с различными кагметами. Как кресты, кареты, скульптуры. Много картин, габелленов. Эти колонны из одной из церкви. Церкови, которые украшали алтарь. И вот встречает выставка, как всегда, моими любимыми бельгийскими, брюссельскими габелленами. Они, конечно, невероятные. Эти габеллены. Где мы их только не видели. И они просто произведения искусств. Эти габеллены. Габеллен 1515 года. Что интересно, в них использовались золотая, серебряная и шелковая нити. И, конечно же, поражает детализация и нарядность. Я даже себе не представляю, как это нужно было сшить. И сколько нужно было трудиться, чтобы такое чудо создать. Кстати, вот этот невыразительный габеллен, сдалека, он является одним из четырех габелленов, которые известны как габеллены золота, или из золота, или как скатерть золота. Клаусов Голд по самому большому количеству золотых нитей, использованных в габеллене. Там не написано, сколько их, но вот, оказывается, вот он один из четырех, которые были известны вот именно вот этим количеством золотых ниток. Невероятная детализация. И количество золота. Вот, видите, вот такой вот полиптик из 15 картин из жизни Христа, датированный началом 16 века. Обалдеть! Много картин, много габелленов. Габеллены везде. Обалдеть! 15 век. Сумасшественно! Какая карета одуренная! Такие вот небольшие ключки от сейфа. Всегда меня поражала толщина и вот мастерство создания вот этих книг. Это буквально 1490 год. Всегда мне было интересно, что же там написано. Что же люди рассказывали в этих невероятных книгах. Ух ты! Седло и броня. Ай-яй-яй, какие они клевые эти габеллены. Невероятные. Как зубы! Любили они украшать свои комнаты вот этим чудом. Очень много мы картин Дель Прадо видели. Вот, картины короля Карлоса Второго. Он был довольно-таки уродливым таким человеком. Когда стал особенно постарше. И вот его рисовал Хуан Карено де Миранда. И картина 1675 года. Карлос был довольно-таки уродливым чуваком. Много его картин там на коне, без коня. Возле коня, за конем. И вот здесь тоже представлена его картина. О, она Карлоса. Вернее, Карлоса Второго. Интересная здесь картина известного Лука Джордана. Почему интересная? Потому что Чарльз Второй, вот этот вот чувак, который напротив, он его просил, думаю, не просил, скорее всего, заставлял украшать дворец Эли Скориал. И, кстати, сейчас Филипп, король Испании, живет там. Этот дворец, замок, находится в часе езды от Мадрида. И на тот момент Лука Джордана был самым известным барочным художником Европы в стиле барокко. И поэтому Карлуха его сразу припахал расписывать в свой дворец. И вот еще две картины того же Лука Джордана. Воскрешение Лазаря. И вот взятие Христа, когда его, скажем так, арестовали. здесь вот они размещены, датируются в 1692 году. Вот он. Как хорошо, когда можно снимать в музее. Потому что это чудо хочется запечатлеть надолго. От массы всей этой красоты. Иногда, конечно же, голова идет кругом. Но потом, когда пересматриваешь эти шедевры, как будто возвращаешься обратно. Да, по гобеленам. Где же мы виделись? Такое же количество огромное гобеленов. Ну, они висели, конечно же, в замках и Дехаар, и Эфруси Ротшильдов. Но вот в каком-то из музеев их было прямо огромное количество. Целый зал. И здесь они в невероятном количестве. И такие необычные просто можно одуреть. Эпоха Ренессанса и Империи. Иисус, несущий крест. Ух ты! Картина 1530 этого года. Нереальные гобелены. Итак, униформа. Униформа не для слабых. Ух ты! Да, ту штуку тоже нужно было прикрывать. Но и в туалет ходить нужно было. Боже, эти книги нереальные просто. Просто нереальные. по-испански бы еще читать было бы неплохо. Седла. Да, седла нужно было менять, как зимнюю резину. Потому что сутками скакать, конечно, можно было их стереть до дыр. прикольные. Тут такие красивые реликварии для мощей. Через стекло их не видно, но вот здесь вот этот очень классный. крестом с Иисусом Христом и вот здесь столько реликвий, даже зубы святой донатом. Чей зуб не видно, но это вообще обалденный реликварий такой. Датируется 1600 годом. Обалдеть. много здесь и драгоценностей, и утварь драгоценная, костюмы. Картина это вообще отдельная. Отдельный разговор гобеленов навалом. Просто это уже постарше. Это конец уже 16 века. одуреть. Так, но здесь я ищу картину Неронима Босха. Это все очень здорово. О, по-моему, я к ним пришел. КОНЕЦ